В Оркуте сегодня приняла первая газ-центральная водогрейная котельная. Команду на запуск оборудования дали Владимир Уйба, замминистра энергетики России Евгений Грабчак, гендиректор Т-Плюс Андрей Вагнер и зампредседателя правления Газпрома Виталий Маркелов. Напомним, модернизация ЦВК с последующим переходом с мазута на голубое топливо это одно из поручений президента России. Озвученные четыре года назад, когда власти республики заявили об угрозе срыва отопительного сезона при дальнейшей эксплуатации действующих мощностей. Могу сказать, что встречаясь с жителями Воркуты, действительно, этот вопрос освещался как, неужели это произойдет. Вот сегодня произошло, и это не одно событие, за ним будет еще. И мы надеемся, что действительно у нас переход на газ, как на основное топливо, как именно, как на основное топливо. И здесь, и в Воркуте, и в Инте, это вот уже видимые, видимые этапы. Это 21-23 годы. И действительно, это совершенно другой стандарт жизни. Спасибо большое. И, конечно же, в первую очередь, Газпрому, потому что в условиях Крайнего Севера выполнить эти работы крайне сложно. И ПАОТ и Плюс, потому что это всегда работа в команде, это работа в таком двухзвеневой цепи. И, тем не менее, эта работа состоялась, и мы сегодня видим этот замечательный результат. Всех поздравляю с этим. Следующая на очереди по переходу на газ в Воркутинское ТЭЦ-2. Впервые она полностью откажется от использования каменного угля. В то же время ТЭЦ-1 будет остановлена. Мощности первых двух теплоисточников хватит для обеспечения города. Завтра мы сообщим детали этого исторического события.